Здравствуйте, с вами Микаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о ходе строительства объектов закрытого акционерного общества «Строенные технологии», но основное внимание, что естественно, будет уделено подготовке к главному событию лета – Экофесту 2019. Этот ежегодный праздник уже стал своеобразным отчетом компании-разработчика струнного транспорта Юницкого перед инвесторами. А теперь обо всем этом подробнее. В инновационном центре SkyWay в городе Шарджа после набора проектной прочности бетона производятся работы по демонтажу опалубки плиты покрытия на обеих анкерных опорах первой линии. По их окончании будет осуществлен геодезический контроль, приемка и освидетельствование ответственных конструкций. Строительство обоих производственных помещений компании-разработчика технологии SkyWay в свободной экономической зоне Минск продвигается в плановом ритме. В экотехнопарке SkyWay выполнено армирование плиты покрытия анкерной опоры второй ферменной путевой структуры. В настоящий момент проходит комиссионная приемка работ и подготовка к бетонированию. Завершено благоустройство территории в рамках подготовки к экофесту 2019. Обустроена асфальтовая дорога, выложены плитки пешеходной дорожки и завершено озеленение территории. Вообще работа в экотехнопарке SkyWay не замирает ни на минуту. За год, минувший из прошлого экофеста, сделано очень многое. Достаточно вспомнить ввод в эксплуатацию нового сверхлегкого подвесного автоматического пассажирского транспортного модуля системы рельсострунного транспорта Univind U4651 и строительство второй трассы жесткой путевой структуры или ферменного типа. Новая дорога, как и ферменная рельсострунная эстакада, уже функционирующая в экотехнопарке, разработана как для навесных, так и для подвесных пассажирских и грузовых транспортных средств, на которые отрабатываются проектные, конструкторские и технологические решения, необходимые для реализации проектов SkyWay в странах с жарким климатом, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах. Гости Экофеста смогут увидеть три новых машины. Об одной из них расскажем поподробнее. Наконец, свершилось то, чего мы все так долго ждали. Мул высокоскоростного Univind U. прибыл в экотехнопарк SkyWay для испытаний. Это транспортное средство создано для лечения так называемых детских болезней, характерных для любого технического новшества. Оно полностью повторяет внешний вид и те узлы Univind U. которые подвергнутся испытаниям. И в конструкции мула к ним обеспечен удобный доступ для определения необходимых программных или технических доработок. Это должно снабдить разработчиков информацией о времени и периодичности возникновения проблем для их устранения. А также позволит разработать регламент планового технического обслуживания. После этого можно будет начинать серийное производство нового типа подвижного состава SkyWay. Мы давно готовились к этому событию и неоднократно рассказывали вам о нем. Почти год назад высокоскоростной Unibus, уникальное как по красоте, так и характеристикам транспортное средство, способное достигать фантастической скорости 500 км в час, был продемонстрирован в Берлине на крупнейшем мировом транспортном биеннале и на Транс-2018. А сейчас, как вы видите, он уже близок к серийному производству. Как показали тесты, проводившиеся на испытательном полигоне в Мариной Горке на протяжении двух лет, даже идеально ровный, беззазорный сварной шов вызывает небольшое постукивание колес. Причиной чего является локальное изменение твердости стали. Для городского транспорта, осуществляющего движение на скоростях до 150 км в час, это может быть приемлемо. Однако для высокоскоростного транспорта существующая конфигурация рельсов может оказаться недостаточной. В этой связи в целях совершенствования высокоскоростной путевой структуры была произведена модернизация дорожки качения. Разработанные проектной организацией SkyWay под руководством ее генерального конструктора Анатолия Юницкого решения обеспечили возможность устранить поперечные сварные швы практически по всей длине тестового участка высокоскоростного комплекса. Абсолютно уникальная технология должна не просто подтвердить ожидаемые характеристики плавности хода и уровня шума высокоскоростного транспорта SkyWay, напомню, до 500 км в час. Но и сделать ощущения пассажиров при движении на подобных скоростях исключительно комфортными. Буквально на днях начинаются эксплуатационные испытания. Но уже сегодня Юнибус может похвастаться уникальной ходовой частью при малом динамическом ходе, сочетающей плавность передвижения с высокой скоростью. Но для подтверждения заложенных проектом высочайших характеристик, необходимо провести еще и стендовые испытания, которые также планируются начать в этом месяце. Гости Экофеста 2019 смогут стать свидетелями испытаний Мула и увидеть полноценный Юнибус. Именно тот, который произвел фурор на выставке в Берлине. Кто не сможет прибыть на данное, не сомневаюсь, вы уже поняли это уникальное мероприятие, не расстраивайтесь. Следите за нашими новостями. На официальном сайте и в социальных сетях нашей компании будут ссылки на прямую трансляцию. Таков наш традиционный уже краткий отчет о прогрессе в развитии технологии Skyway за прошедшую неделю. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на наших официальных сайтах, поддерживайте наш проект, ведь все равно ничего более интересного в мире не происходит. Строй Skyway! Спасай планету! Строй Skyway! Дорогие участники вебинара, коллеги, партнеры, соратники. Кто-то уже вернулся с Акафеста 2019, кто-то еще в дороге, многие остались, я думаю, погулять по Минску, потому что прекрасный город, прекрасная республика, современная, цветущая. И она будет свести еще больше, так как на ее территории зарождается новый уклад и аналог, можно сказать, силиконовой долины, только это уже не силиконовая долина, а струнная долина. Зорный шлях называется улица, на которой находится экотехнопарк, что в переводе обозначает звездный путь. Меня зовут Суходоев Алексей, я член общего правления Skyway Capital, и мы стараемся, независимо от того, что происходит, какие события всегда, либо возвращаться вовремя на свои стационарные места, в данном случае мое стационарное место это Челябинск, либо проводить в дороге по средам мои вебинары, по четвергам Владимира Маслова мы меняемся раз в неделю. Каждый из нас проводит вебинары для того, чтобы показать свой взгляд на происходящие вещи во всем мире. И я постоянно накладываю технологические новинки, тренды и то, что сейчас происходит с экономикой, не касаясь, минимально касаясь политику, затрагивая будущее, но учитывая то, что на наш взгляд многое будет развиваться в мире будущего, в логике эко-мира и основой как раз таки будут струнные технологии Юницкого. Поставьте плюсики, кто был на экофесте, точнее давайте так, однерочки поставим, кто был на экофесте, а плюсики поставьте те, кто видел прямую трансляцию, потому что прямая трансляция более пяти часов длилась, и да, там не были затронуты некоторые аспекты, потому что это сложнейшее техническое решение, и я с удовольствием сам пересмотрел, так скажем, в режиме быстрой перемотки, останавливаясь на том, что меня интересует, эту прямую трансляцию, потому что супер качество съемки было с наших дронов, повторюсь, с наших, потому что это как раз таки тоже такие вот испытательные разработки новых подразделений от компании Skyway, и менялись кадры, разные ракурсы были. На этом вебинаре будет, наверное, самое большое количество того подвижного состава, я сейчас могу открыть тайну, на чем я хотел прокатиться, и даже я не знал, что не смогу прокатиться, и компания открыто заявила перед Экофестом, вы узнали это из новостей Михаила Кириченко, что будет ездить мул, но это не какое-то непонятное животное мул, именно испытательный тестовый подвижной состав для отработки всего того, что будет улучшаться. Я долго ждал этого момента, и мне хотелось всегда показать логику было-стало, компьютерная графика, реальность, мужик сказал, мужик сделал, и многое-многое, что сопровождает логику и развитие проекта Skyway. Посмотрите на этот слайд и посмотрите на следующую картинку. Найдите, так скажем, 10 отличий, и от компьютерной графики не особо и отличается абсолютная наша реальность, потому что то, что рождается в логике технологии Skyway, это похоже как раз-таки на что-то виртуальное, нереальное из будущего. Многие это отметили, и я с удовольствием наблюдал, к сожалению, в этот раз под меня минимальное количество фотографий, потому что я был занят со своим видеооператором подготовкой специального выпуска своего видеоблога. Кстати, кто не в курсе, я запустил свой видеоблог, и первое видео, которое я разместил, было об Экофесте 2018. Вы можете подписаться, если желаете. Вы можете, естественно, не воспрещается ставить лайки. На этом видео распространяйте его, там нет никаких ссылок партнерских. Это сделано именно для популяризации. Команда постаралась максимально все хорошо сделать с компьютерной графикой, с монтажом. И Экофест 2019, мой репортаж, мой выпуск, также абсолютно не за горами. Многие люди делали трансляцию. У нас получились просто, наверное, тысячи различных материалов, и будем сейчас собирать обязательно фотографии, видео. Обязательно под тегом размещайте «Экофест 2019». Есть соответствующие новости от Skyway Capital. Так легче будет объединяться, и так легче будет пользоваться нашими общими материалами. И на самом деле на этом вебинаре мне хотелось говорить меньше именно о каких-то вещах, на которых мы будем говорить на следующих вебинарах, по продвижению проекта, по той рецессии, которая сейчас, затормаживание мировой экономики, которая сейчас происходит. Обо всем об этом мы будем говорить на следующих вебинарах. На следующем вебинаре я обязательно дам свой взгляд, который уже в виде законченной аналитики у меня родился. на территории Эко-технопарка, на Экофесте 2019, как окончательный анализ, что ждет мир блокчейн, мир криптовалют уже после ICO, после использования токенов с экономикой, после стеблкоинов, после IEO, то есть Initial Exchange Offering. Это токены, когда размещаются на бирже, и биржи их сами размещают, экономия, маркетинговые затраты. Что будет соприкасаться с миром будущего цифрового публичного размещения токенов, то есть это аналог IPO, STO. И вообще, какие перспективы именно у компании Skyway и у Skyway токена, SVG токена, потому что, когда все будет сделано правильно, действительно перспективы просто огромнейшие. Я об этом буду говорить, приводя конкретную аналитику, конкретные повествования и сравнения уже на следующих вебинарах. На этом вебинаре только ECOFEST, и я думаю, что мы еще 2-3 вебинара будем и на протяжении всего года делать отголоски этого ECOFEST, потому что это в действительной мере показало тот мир, который мы будем с вами чувствовать, которым мы с вами будем жить, когда технология Skyway в виде коммерческих прибыльных проектов начнет шагать по планете Земля. Это действительно уже модель такого линейного города, и это не просто станции, которые были на ECOFEST 2018, например. Уже совершенно другая подготовка, все облагорожено максимально. И несмотря на то, что справа, если вы входите, с правой стороны будет расположена стройка уже шестого вида путевой структуры, которая сможет выдерживать очень серьезные нагрузки, и по ней смогут перемещаться и городские, и грузовые, и пассажирские, и скоростные, и высокоскоростные подвижные составы, и юниконты, и многое-многое будет отрабатываться уже, как в логике черновика, в нашем гараже, так скажем, если сравнивая со стратегией развития компании Apple с гаражом Джобса, наш Экотехнопарк получает все больше и больше такой внутренней уже отделки и красоты, и технологичности, потому что, как вы знаете, что Экотехнопарк призван функционировать долгие-долгие десятилетия, может быть и сто лет, и будет всегда происходить отработка технологии именно на Экотехнопарке, в этом цветущем, технологичном, райском для прорывных технологий месте. Даже вот цветочки, вы видите, подрезаются. Мне очень нравятся эти кадры, и мне очень нравится логика вообще корпорации Skyway, потому что каждый максимально качественно старается заниматься своим делом, и даже садовники исполняют миссию, потому что они наводят красоту на Экофесте, чего и всем партнерам и Skyway Capital, и других партнерских фондов я желаю, потому что у нас у каждого с вами своя миссия. Буквально после Экофеста, уже после проведенной конференции, на ней я тоже обязательно остановлюсь, ко мне подошли несколько человек, и мы не какие-то недосягаемые, ну, про себя точно могу лично сказать, всегда, если есть время, готовы встретиться, обсудить по делу, и это люди потенциально, которые готовы попробовать себя в качестве спикеров, и далее уже будут готовиться в качестве амбассадоров, то есть вот такие страны, как Армения, зарубежные англоговорящие страны, и люди русскоговорящие просто учат язык, потому что понимают, что профессия именно промоутера и того человека, который привлекает инвестиции в эко-мир и в логику технологии Skyway, это профессия будущего. Поэтому я не удивлюсь, если люди после английского начнут изучать и другие языки, языки, дабы применять свой опыт уже в иностранном пространстве, потому что не всегда хочется нанимать человека, который знает иностранный язык для коммуникации, лучше самому все сделать и самому все изучить. И перед тем, как наши коммерческие продукты будут выходить на мировой рынок, всегда они будут испытываться. Я помню тот момент, когда уже больше двух лет назад, если не ошибаюсь, я видел из гостевого домика, как только-только начинал свои первые шаги по путевой структуре в виде подвесного транспортного средства Unibus. И это было историческое событие, сейчас не менее историческое событие, когда свои первые шаги по путевой структуре сделал высокоскоростной Unibus. В простонародье мы его зовем Unilet. И сравните вообще территорию, насколько поменялся экотехнопарк. И вдали вы можете видеть три первых дома. Один из них я могу назвать по аналогии шестизвездочного отеля, как я в своем выпуске видеоблога 2019 года Экофеста назвал его. И там будет такой вот краткий, но очень интересный обзор, потому что внутри находится цветущий растущий сад и можно прогуляться по лужайке прямо внутри дома. Что-то мне подсказывает, это была отработка решения перед тем, как сделать уже на чистовую международном мировом формате наш гостевой дом непосредственно на территории Шаржи в SWIG Skyway Innovation Center, научно-мировой инновационный центр Skyway. И как сердце радуется, когда видишь пять видов путевой структуры, знаешь, что более десяти видов подвижных составов. И даже в этот раз мне удалось прокатиться на двух видов подвижного состава. То есть я уже за два Экофеста прокатился на трех трассах. И на следующий Экофест уже я точно поеду, так как мне хочется испытать все-таки высокоскоростной Юнибус. И на своем любимчике тоже мне хочется прокатиться, когда он будет сертифицирован для пассажирских перевозок. Это Юнивинт. Юнивинт уже пролетал над нашей головой. И еще были новинки подвижных составов, о которых я также расскажу чуть позже на этом вебинаре. Более трех тысяч людей посетили Экофест. Более четырех тысяч людей проехались на подвижных составах. Потому что кто-то один раз проехался, кто-то два раза, кто-то три раза. Но это нужно было стоять в очередях, потому что для того, чтобы проехаться на подвижных составах, это нужно было отстоять очередь, сравнимую с мировыми достопримечательностями. Я стоял в очереди в Колизей. И могу сказать, что очередь на провисающую путевую структуру, когда наш подвижной состав взмывает ввысь, потом на высоте 14 метров проносится, не со скоростью, конечно, 100 километров в час, потому что есть соображение безопасности. Это все-таки не тестовые испытания без пассажиров. Но огромное количество людей там действительно ожидали. И в логике этого, в логике всеобщей эйфории, я хотел бы объявить, что пакет Экофьючер, этот пакет, который направлен на оздоравливание и создание еще более мощной экосистемы нашего пруда под струнным мостом, и будет специальная табличка, либо уже есть, я просто ее не видел ввиду своей занятости, подготовки выпуска своего видеоблога, он, этот пакет, инвестирование в этот пакет продлено. Имейте, пожалуйста, в виду, потому что ввиду тех новостей, которые произнес генеральный конструктор, а слов на ветер Юницкий не бросает, это очень и очень актуально. Я буду останавливаться на следующих вебинарах более подробно, но могу сказать, что сейчас вообще выкуплен даже специальный маленький аэродром для тестирования наших дронов и нашего дронища, я бы сказал, большого дрона, старшего брата всех маленьких дронов. Это беспилотируемые летающие дроны, они могут летать флотом. На фотографиях чуть позже я обязательно покажу, и расскажу. Но это логика уже транспортных летательных роботов, которые будут делать как инспекцию, так и перевозить в будущем различные части путевой структуры для строительства в труднодоступных местах. И этот рынок также будет иметь абсолютное коммерческое применение. От первых шагов Юнилета до его уже коммерческого применения Анатолий Эдуардович объявил со стороны, что будет построена первая такая серьезная трасса, предположительно она, на мой взгляд, будет в Абудайбе. Это через 2-2,5 года уже понесется со скоростью 500-600 км в час высокоскоростной Юнибус. Он мог разогнаться еще раньше, но в таких вот агрессивных условиях приходится работать немногим корпорациям. И представьте, что Джобс выходил бы на рынок или Генри Форд выходил бы на рынок, и во всех газетах его пытались бы порочить, говорить, что его телефоны чуть ли не вызывают болезни и многое-многое другое. Они тратили бы бюджет. Никто этого не делал, потому что понимали, что это инновация. И никто этого не делал. Самое интересное, потому что ограниченный сектор рынка, относительно несмотря на то, что это триллионная корпорация, то есть рубеж триллиона Apple переходили, так же, как и компания Amazon. Но у Skyway еще больше потенциал, потому что создается целая отрасль. И не просто семейные автомобили, а и дороги, и подвижные составы, и вся инфраструктура, стрелочные переводы, станции, и многое-многое другое. Это создается с чистого белого листа для обкатки сначала на экотехнопарке, для прогона на стендовых испытаниях. И уже только потом это применяется на чистовую в логике Шаржи. И только потом это применяется в логике коммерческих проектов. И если говорить про коммерческие проекты, Антолий Эдуардович, не раскрывая каких-то подробностей, но я думаю, что это должно вызвать просто вау, когда это идет из уст генерального конструктора, который слов на ветер, повторюсь, не бросает, что очень скоро будут объявлены контракты на более чем 10 миллиардов долларов. То есть подготовительная работа уже к этому проведена, и продолжаются сейчас уже конкретные согласования. Я думаю, что до конца 2019 года, я называю специально такой расплывчатый промежуток, я знаю некую конкретику примерно, но могу сказать, что это супер новости, я их с радостью ожидаю. И уже на Экспо 2020 мы можем получить контракты на десятки миллиардов долларов, как Антолий Эдуардович сказал, более чем на 50 миллиардов долларов можно получить. Конечно же, мы и там сталкиваемся с некими припонами, потому что владелец этой площади, где будут выставляться транспортные технологии, это в какой-то мере наш союзник по развитию транспорта, но не такой инновационный. Почему союзник? Потому что конкурентов у нас в принципе нет, как вы прекрасно знаете мою позицию. И они не очень хотят, чтобы мы размещались, наоборот, арабское правительство сказали, что нет, Skyway будет размещаться на этом стенде. И это супер, это показывает позицию правительства Арабских Эмиратов по отношению к проекту Skyway. И однажды король Абудаби сказал Анатолию Эдуардовичу очень серьезные слова, либо это не король Абудаби был, то есть информация, так скажем, чисто по моим догадкам, что благодарю, так как вы пришли с прорывной технологии в нашу страну, наш дом это ваш дом. Это также высочайшая оценка, дорогие друзья, и говорит о том, что на данной стадии, еще не в 14 этапе стоит задуматься о тех промоушенах и о тех инвестициях, которые на сегодняшний день привлекаются, и о том дисконте, который пока что существует. И по маркетингу осенью вас также ожидают очень приятные новости. Я рекомендую всем переслушать, будет обязательно стенография выступления Анатолия Эдуардовича. Анатолий Эдуардович всегда волнуется перед выступлением, и это показывает именно заинтересованность и ответственность за то, что принимаются инвестиции. Да, а вот структур, которые не зависят от головной компании, и это абсолютная правда, как Skyway Capital, так и наш партнерский фонд. Мы являемся магазинами по реализации долей компании, и что касается Skyway Capital, уже по масштабированию на дальнейшие продукты. И Анатолий Эдуардович поблагодарил всех, кто принимает участие в партнерской программе, несмотря на то, что он на это не имеет никакого отношения, но сказал, что достойно люди получают реферальные вознаграждения, так как огромные затраты несут современные корпорации на маркетинг и на рекламное продвижение. Повторюсь, что мы будем обязательно разбирать речь Анатолия Эдуардовича, и это уже, несмотря на то, что она в таком в легком формате была произнесена, мы ее будем считать дорожной картой на наше дальнейшее развитие в 2019-2020 году. И действительно, многие ожидали уже движения высокоскоростного Юнибуса, и это было просто вау, на мой взгляд. То, что можно представить только во снах, но это мы увидели уже непосредственно на территории эко-технопарка и на экофесте. Я представлю очень много ракурсов движущегося высокоскоростного Юнибуса, и уже подробно о технических моментах мы будем вкратце останавливаться на следующих вебинарах, сравнивая его с теми транспортными способами передвижения, которые можно использовать в логике индивидуального транспорта, например, персональные личные скоростные самолеты и многое-многое другое. И я думаю, что в 2019 году экофест очень сильно преобразился по сравнению с 2018 годом. И многие, так же, как, собственно, и мои вебинары, смотрели уже удаленно, потому что нужно работать на местах и нужно двигаться максимально быстро, потому что никто не знает, какие амбиции у наших стратегических партнеров. Возможно, произойдет очень быстрое закрытие корневой технологии, но чтобы не вырывали из контекста это, сроков по этому моменту абсолютно я не могу знать. И могу предположить, что да, конечно же, планируется инвестирование больших сумм, иначе зачем бы мы реализовывали то, что строим на сегодняшний момент в Шарже. И вот высокоскоростной юнибус похож на птицу, на ласточку, похож на каплю, похож на пулю. Напишите, кстати, в комментариях, на кого похож высокоскоростной юнибус, может быть, какую-нибудь новую версию получим. Но одно то, что модернизирована была трасса, несмотря на то, что был получен отказ именно в логике строительства на территории Республики Беларусь, максимально то, что есть, и мы пользуемся, было модернизировано. И все поперечные сварные швы были нивелированы, и поэтому подвижной состав перемещался еще более плавно. Но, правда, пока что никто не может этого испытать. Но на Экофесте 2020 уже знаете, что, скорее всего, будет возможность счастливчикам проехаться на высокоскоростном юнибусе. Конечно же, это будет не скорость 500 км в час, потому что на расстоянии 1 км это невозможно. 10 км только на разгон и 10 км только на торможение. Но это будет запоминающееся событие, запоминающееся ощущение, потому что в интерьере высокоскоростного юнибуса можно было побывать и все это прочувствовать, так как он был выставлен, эстафету принял от Юнивинда, который выставлялся на этом же месте на Экофесте 2018. И по логике то, что пока что стоит, потом движется и летит. Предположительно, естественно, будет уже и новый вид подвижного состава перемещаться с пассажирами. И я могу сказать, что многие сделали фотографию и многим говорят, что сколько денег потратили на компьютерную графику и до сих пор не верится, что вот этот монтаж в виде облаков и так далее. Но то, что касается подвижных составов, это все-таки не реальность. Поверьте уже наконец, что это абсолютная реальность и та предстоящая реальность, которую мы с вами будем пользовать. Я надеюсь, что огромное количество ракурсов высокоскоростного юнибуса вас просто зарядили, поразили и побуждают лететь как пуля, развивать бизнес Skyway. И Ангюницкий объявил, что была приобретена в собственность инвесторов, именно в собственность Skyway Technologies Companies Tesla. И я думаю, что она приобретена в том числе для экспериментов, так скажем, когда используются наработки и модернизируются, совершенствуются. И две эпохи специально были выставлены друг напротив друга. Это Unilet и это Tesla. Это та компания, которая еще не вышла на публичное размещение. И это та компания, на которую сейчас начинает наезжать Amazon. И вы можете посмотреть в новостях, что Walmart тоже объявил о том, что есть определенные недостатки у Tesla. То есть это та компания, которая вышла на рынок, но акции сейчас почему-то падают и роста, как предсказывали финансовые аналитики, в том числе и финансовые эксперты, с которыми я общаюсь, роста нет. А представьте, что будет с той компанией, которая будет выходить уже с рынком в десятки миллиардов долларов. И неизвестно, что это будет. Либо цифровой аналог IPO, STO, либо само IPO. Но с учетом того, что те компании, которые выходят на несколько сотен миллионов долларов, я уж не говорю о миллиардах и стоимость акций их десятки долларов, то просто подумайте, какой потенциал сейчас мы с вами приобретаем. Вот эта картинка мне очень нравится, так как она показывает также два направления компании Skyway. Это летательные беспилотные транспортные средства и это пассажирские также беспилотные транспортные средства. Это все роботы. У них, можно сказать, такая Skyway семья. И вот эти вот юркие ребята, три бравых молодца, показали действительно шоу, летательное шоу. Причем никто ими не управлял. Были заданы просто точки перемещения начальные и конечные. В остальном они думали сами. Я могу сказать то, что касается автоматики, то, что касается индустрии 4.0, то, что касается систем автоматизированного управления, то, что касается машинного обучения. В этом аспекте специалисты компании Skyway достигают мировых результатов. Ну, по крайней мере, некоторые даже военные корпорации сказали, вы сделали меньше, чем за год, то, что мы не могли сделать десятилетия. И это нам не показывает еще летающего дрона большого самого брата, вот этих вот добрых юрких богатырей, маленьких, но очень удаленьких. И я думаю, что на Экофесте 2020, скорее всего, может быть и демонстрация чего-то связанного уже с юни-дроном, большим дроном. И, как я уже говорил, то, что стояло, уже едет, то, что находилось в неподвижном состоянии, уже летит. Это касалось юни-винда. И многие из вас увидели эту капсулу будущего, которую, кстати, можно отцеплять. И был представлен на бивинт. То есть, это уже два прицепных устройства. Если вы видите одно прицепное устройство, то было продемонстрировано, как с двумя прицепными устройствами могут перевозиться грузы. То есть, это мешки со специальным грузом по две тонны. Это тоже определенное коммерческое применение. Все, что делается в логике Skyway, делается для коммерческого применения. Потому что, да, такие вот начальные изобретения были. Но и то они обретут рынок, что касается юни-байка, нашего мускулистого товарища, на котором можно крутить педали. Это уже все создается для конкретных применений. Юницкий объявил, что в следующем году крестьянское фермерское хозяйство Юницкого, которое находится по правую сторону от входа, и как раз-таки на его территории находится первый концепт эко-дома, с цветущим райским садом внутри. Но я ночевал в этом эко-доме. Это было просто неописуемо, непередаваемо, когда ты выходишь из комнаты, и не нужно выходить на улицу, потому что природа внутри дома. И это максимальное единение с природой. Я думаю, что чем больше там будет расти и развиваться экосистема, тем еще приятнее там будет находиться. И на Юни-Лайте это как раз-таки самый легкий подвижной состав. Кто-то, может быть, будет троллить, пытаться, кто-то, может быть, будет смеяться. Но, извините, в современной автомобильной индустрии есть как спорткары, флагманы, так и те машины, которые необходимы для перевозки сельскохозяйственных продуктов в магазин. Кто-то съездил, нужно что-то грязное перевезти в стройматериалы, мешки с картошкой. Вы знаете прекрасно русский автомобиль, который позиционировался для перевозки мешков с картошкой. Почему там такой багажник? И на Юни-Лайте фишка заключается в том, что, во-первых, это все планируется к реализации на крестьянском фермерском хозяйстве. И крестьянское фермерское хозяйство – это как раз-таки заказчик Юни-Лайта, Юницкий как фермер и непосредственно от юридического лица. И когда вы будете даже в грязных сапогах туда заходить, грязь будет оставаться, потому что там предусмотренный инновационный пол, для вот таких вот грязных, не лакшери применений. А если говорить про лакшери применения, я могу сказать, я видел своими глазами тот тропический Юникар, который отправится уже в Арабские Эмираты. Это просто сумасшествие. И это уровень Rolls-Royce по внутренним убранствам, по интерьеру. Это очень приятное сидение, максимального комфорта, это натуральное дерево. И это десятки систем именно машинного зрения и различных камер, различных датчиков. И даже мотор-колеса видоизменены. Они уже окаймлены специальным составом то ли резины, то ли других полимерных материалов для максимальной плавности и комфорта перемещения. Но что-то мне подсказывает, даже на Unilite, что не скажешь об отечественном частенько автопроме, будет перемещаться комфортно, легко, плавно, быстро. Но это будет максимально дешевый, максимально оптимизированный подвижной состав. И кто знает, может быть, когда мы будем строить гиперскоростную трассу либо применение на водной глади, можно будет перемещаться в подвижных составах, прозрачных, даже под водой. Потому что сумасшедший ажиотаж имеют те рестораны, которые находятся под водой. На них очередь записи уже на несколько месяцев, а то и кварталов вперед. И что касается эко-дома, крестьянского фермерского хозяйства, юницкого, пока что аренда свободна. Но особенно жители Беларусь воспользуетесь шансом попробовать на вкус природу внутри дома и природу вокруг дома. Нам замечательный пруд, банька, помидоры, которые растут рядом, огурчики, погреб с лекарственными растениями, другие собратья дома с отличнейшим ремонтом. И за минимальную плату с завтраком можно все дело это арендовывать. Это, кстати, тоже направление бизнеса, которое может в качестве риэлторской недвижимости, это отработка уже перед потенциальным будущим запуском серьезных бизнесов в сфере недвижимости. И даже вот то, что представлено в логике Космодома, было на второй конференции по неракетному освоению космоса, это также может как инновация, как прорывной перспективный рынок использоваться как именно отель, обеспечивающий внутри себя субтропики, это максимально комфортная зона обитания человека, представлять рыночный интерес и найти своих инвесторов. Все уже прекрасно знают, почему SkyPod, почему Дубай, поставьте минус, кто не знает, и почему RTA. И для нас это уже не новость, потому что еще с зимы, после всемирного правительственного саммита, мы получили новости, что Мохаммед Бин Рашид Аль-Мактум посетил наш стенд и фотографировался со своим сыном в подвижных составах. Это уже наша история. А вот реальность это то, что два робота начали между собой общаться. Ух, как я ждал этого момента, когда просто не с точки А в точку Б перемещаются подвижные составы, но и начинают взаимодействовать с друг другом. А это как раз таки логика и основа блокчейн направления, одна из которых будет формироваться внутри компании SkyWay. Это первая публичная такая сцепка и соприкосновение, такой вот транспортный поцелуй, можно сказать, и транспортная рука помощи, потому что здесь имитировалась на самом деле аварийная ситуация. Что будет, если подвижной состав встанет, к примеру, что-то произошло с путевой структурой, произошел, не дай бог, какой-то террористический акт, и один подвижной состав подъедет к другому и сможет отвести различного веса подвижной состав до ближайшей станции, помоги ближнему своему. Ну, это основа взаимоотношений человека, и юницкий это реализует в логике отношения транспортных андроидов, транспортных роботов, которые, в отличие от того мира, который предсказывают футурологи, когда роботы заберут вашу работу, не забирают что-то качество жизни у человека, а наоборот помогают и улучшают жизнь человека. Это ли не транспортные роботы, андроиды, в которые действительно стоит вкладывать свои усилия, внимание, ну и кто как пожелает, конечно же, инвестиции. Также я представляю несколько ракурсов. Это историческое событие, которое произошло на глазах тысяч людей, и кто не видел, где-то гулял, потому что погулять там можно было много, где различные развлечения были на экофесте. Это мирового уровня фестиваль международный, и для детей было очень много развлечений. Юникары соприкоснулись и начали помогать друг другу в цифровом мире. И когда-то, через 30 лет, нас ожидает первая стыковка уже общепланетарного транспортного средства. Это самая моя любимая тема, и тот, кто будет смотреть видеоблог, обратит внимание на обложку, какая там обложка. Это также немножечко отражает мою миссию, мое видение. Мы увидим при достаточном усилии сейчас, в будущем, так как будут привлекаться достаточно серьезные инвестиции на автомате, и экономическая ситуация сейчас так развивается, что первый полет общепланетарного транспортного средства через 30-35 лет действительно можно увидеть. И я хотел бы напомнить, что на территории экотехнопарка также зародился серьезнейший, крупнейший банк не испорченных пестицидами или какими-то вредными влияниями почв самых различных стран. И те, кто будет посещать далее в качестве делегации, либо в качестве просто посетителей экотехнопарка, не поленитесь и привезите со своей страны не загрязненную пестицидами землю. И вы будете донорами своей страны для создания максимально эффективной и максимально благоприятной для жизни человека и животных почвы суперсовременного гумуса. А направление гумуса, на мой взгляд, с точки зрения инвестиционной привлекательности может достигнуть 1000% прибыли. И это не голые слова, потому что мы видим, что заменители мяса, если достигают 1000% прибыли, и это всего лишь заменитель еды, то представьте, сколько имеет экономический потенциал то направление, которое будет создавать экологически чистые продукты и может возродить из пустыни действительно плодородную почву. Поставьте от 1 до 10, какой потенциал вы увидите в направлении гумуса в будущем инвестиционном применении. И я хотел бы также остановиться, не буду вас задерживать, только по существу, только информация в этом вебинаре. Извините, не буду раскрывать и рассказывать события сегодняшнего мира. Все на следующих вебинарах, потому что эмоции действительно меня переполняет от Экофеста 2019. Это то событие, которое, конечно же, имеет много нюансов к доработке, но все же мы, как Skyway Capital, сделали уже грандиозное шоу, событие Get Together 2019. «Соберись вместе 2019». И нас посетил генеральный директор ЗАО «Струнные технологии», посетила замечательная женщина, замечательный соратник Анатолия Эдуардовича по жизни. И та, как раз-таки, женщина и тот лучший работник ЗАО «Струнные технологии», в честь которой, я думаю, и озеро было в крестьянском фермерском хозяйстве названа «Надежда Геннадина Косарева». И это правильно то, что Юницкий не посещает эти мероприятия, потому что сейчас за нами будут смотреть вообще даже не под глупой, а под микроскопом. И привязываться будут максимально, что Юницкий имеет отношение прямое к привлечению инвестиций. Хотя раньше Анатолий Эдуардович именно уважение посещал подобные мероприятия, сейчас этого не будет. И вспомните то, что произошло со Стивеном Сигалом, был ли там Анатолий Эдуардович. Там уже всю встречу вела Надежда Геннадина, и она прошла замечательно. Анатолию Эдуардовичу нужно заниматься более серьезными вещами, и я до сих пор не понимаю, как он все успевает. Многие лидеры выступили и поблагодарили, и увидели в качестве примера вьетнамцев, которые установили рекордные инвестиции за 2019 год. И это событие было посвящено пятилетию именно развития Skyway и пятилетнему юбилею присутствия на территории Экотехнопарка. Экотехнопарка это в четвертый, в пятый раз, но как Экофест это уже в четвертый раз, и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой, и десятый раз. Также это будет продолжаться, и дай бог мы отпразднуем юбилей 10, и я даже не представляю, насколько мощное событие это будет. Благо то, что направление, на которое делается сейчас огромная ставка, и 2019 год, Вячеслав, вьетнамцы по-прежнему рекордсмены, это та страна, которая задает пример. И те, кто научился работать с нашим суперновым современным лендингом, привлекайте инвестиции на Азию и на Вьетнам, привлекайте трафик, работайте с компаниями, ищите их, кто умеет привлекать поток людей через Google, Яндекс, Адвордс, находите профессионалы, делегируйте и получите результат. Новости с шаржа только радует, снята опалубка, и уже достраиваются две анкерные опоры. Я думаю, что пока что не показана инсайдная информация, но, возможно, уже смонтирована или монтируется путевая структура. И это будет уже предапофеоз, когда прибудет тот подвижной состав, который, кстати, у вьетнамцев, по секрету могу сказать, в социальных сетях вы можете мельком увидеть, внутренности тропического Юникара. Но это такая информация, которую давайте уже передавать от человека к человеку. Потому что это огромное направление, которое только начинается, и этой осенью мы увидим его запуск, то, что Юникар тропический проедет, и Шейх, с которым установлены все договоренности, также проедется с генеральным конструктором. И только свыше известно, какого масштаба и какого размера проекты и инвестиции начнут привлекаться в компанию Skyway. Максимальное единение человека с природой, максимальная модель умных городов нового типа. Первые станции были продемонстрированы на Экофесте 2019. Многие участники снимали обувь и гуляли по траве. В пример генеральному конструктору, который шагает не по осколкам, не по пластику, плавает не в океане, который загрязнен, а идет по экологически чистой, с гумусом почве. Давайте немножко пофантазируем. И никто не может сбить наших детей, наших внуков, наших родственников, так как транспорт перемещается на втором уровне. Это будущий триллионный тренд, за которым уже наблюдают тети и дяди, у которых есть большое количество денег. И да, сейчас они в Skyway пока что не присоединяются. Кто-то относится скептически, кто-то уже менее скептически, потому что с РБК мы увидели уже репортаж, и РБК не побоялись разместить в качестве даже партнерского материала подобные видео. И то ли еще будет. А ведь еще не наступил 14 этап. Я думаю, что головная компания обязательно объявит заранее, когда это произойдет. Поэтому строй Skyway, спасай планету и давай в мир дорогу Транснету и с нашими транспортными андроидами, и с нашими транспортными роботами. Меняйте свое сознание и меняйте мир вокруг. Я думаю, что экологические флешмобы будут запускаться также от имени Skyway, Skyway Capital, так как мы должны начать с себя. И мы уже начали и ту махину, которую можно было не сдвинуть, мы сдвинули и за 5 лет показали результат, который многие не показывают за 20 и за 30 лет. Ну а теперь по традиции ответы на вопросы. Поставьте от 1 до 10, как вам информация в этом вебинаре. Я извиняюсь, если был чуть-чуть эмоционален, но по-другому никак нельзя. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. И теперь вопросы, если есть. Вопросы, вопросы, вопросы. Буквально 3-4 минуты. И мы на этом завершаем. Следующий вебинар состоится примерно через 2 недели. Возможно, будет некая сдвижка, потому что я буду, скорее всего, в отъезде. Возможно, в пятницу пройдет вебинар, либо в четверг. Мы дадим знать позже. Скорее всего, в пятницу. Что по экодомам в Шарже? Построены уже? Вячеслав, фотографий нет, но мы помним из прошлых фотографий, что уже фактически внешне они были достроены. И тут вся технология, я думаю, отработана, никаких сложностей нет. Большие сложности представляла та работа, которая невидима, казалось бы. Потому что более 120 тысяч кубометров грунта было привезено, так как наш научно-мировой инновационный центр, который был выделен под Skyway, в логике парка технологий американского университета Шаржа, находится в самой низкой точке, на точке пересечения. И сколько еще грунта придется привезти. То есть, это невидимая работа, которую никто не замечает. Я уж не говорю о геодезических исследованиях, чтобы все правильно было расположено, построено. Когда можно ожидать следующий обратный выкуп? Я могу предположить, что следующий обратный выкуп будет, так обещала головная компания, когда, не могу сказать. Когда следующий переход на этап? Вы прекрасно знаете, что данные этапы, данные три этапа, они самые такие серьезные по привлечению инвестиций. Поэтому переход будет чуть медленнее. Но я думаю, что до конца зимы, опять же расплывчато говорю, потому что точных дат не знаю, этот переход будет совершен. Как будет вести себя Юнибус при сильном порывистом ветре? Вот, Юрий, замечательный вопрос. Предлагаю вернуться в 2014 год, когда ехала модель 1.10 и был сильный порывистый ветер. Эта модель раскачивалась чуть-чуть. Увеличьте наш подвижной состав до реального размера и подумайте, какие будут влияния даже бокового ураганного ветра. Да, естественно, если будет торнадо, смерч, раскачиваться будет, но ничего не сорвет и подвижной состав все равно доедет. Если сильные порывы ветра, поверьте мне, вы будете себя чувствовать намного лучше, чем вы чувствовали в фуникулёре. Я чувствовал себя в фуникулёре, перемещаясь с точки А, с Ничанга до Винперла. Я специально испытал этот вид подвижного состава, не побоялись мы в грозу поехать. И остановился этот фуникулёр, просто стоял 10 минут, ничего невозможно было сделать. Кстати, с нашими подвижными составами такого не будет. Алексей, машины на экофесте на батареях ездили, не заряжаясь. Как вы прекрасно знаете, большой запас хода. И там не 10-километровые за один рейс дистанции проходили, поэтому я думаю, что запаса хода хватило. Да, абсолютно, Вячеслав прав. Ветер не даёт нагрузку в десятки тонн. И на 250 тонн рассчитана нагрузка, то, что будет делаться в логике Шаржи. Так, коллеги, ещё вопросы? Кстати, могу рассказать интересную историю. Если уж я говорил про высокоскоростной подвижной состав, я всё забывал поведать на вебинаре. Но используйте это. Когда у нас была конференция в Бельгии, я приехал в Амстердам. С Амстердама мне нужно было доехать. Причём этот трансфер был включён сразу в билет. Аэробилет. То есть я прилетел на самолёте. Потом мне нужно было использовать скоростной подвижной состав. Типа как ТЖВ. Туда я доехал нормально, обратно. И у меня запас был примерно полтора-два часа. То есть я с минимальным расчётом выехал. Но чтобы не опоздать, высокоскоростной подвижной состав, типа как ТЖВ, но который перемещается из Антверпена в Амстердам, встал. И я спрашиваю у стюардесса, а что делать дальше? То есть нам не выйти. И я могу опоздать на свой самолёт? Да, вы можете опоздать на свой самолёт, если не отремонтируют. Слава Богу, он поехал, он оклемался. И это та индустрия, которую нужно менять. В следующем вебинаре я обязательно освещу мнение футурологов, с которыми я солидарен, насколько изменение климата и вообще изменение температуры повлияет на города нового типа и какими будут города, почему рынок умных линейных городов настолько перспективен и вообще как изменятся дороги и транспорт. Это уже все об этом задумываются, а мы это создаём. Так, ещё вопросы. Да, рассказ, возможно, время чуть-чуть занял, но готов ещё ответить на вопросы. Какие перспективы Skyway с Австралии? Что-то рода хука не слышно. Игорь Морозов, Москва. Благодарю за вопрос. Весь фокус на Арабские Эмираты. Почему? Потому что попытки были зайти через страны, где может смениться правительство, где могут смениться те люди, именно ввиду их влияния на государственные проекты, так как там не монархия. И сейчас мы пошли в ту страну, где королевская власть и смениться там может на что-то с очень большой натяжкой и вряд ли это произойдёт, так как не происходило десятилетие. Поэтому мы пошли в Арабские Эмираты и делаем ставку, так как там есть понимание, там дают трассы, там слушают и там есть уже конкретная дорожная карта по коммерческим проектам. Сергей, не жалея о токенах, продолжай покупать доли, восстановишь то, что обменял. По токенам я говорил, то есть когда, если будет обмен токенов, я обменяю токены, потому что мне очень понравилось то, что я прочитал с девятого раздела, когда выйдет блокчейн-платформа. Послушайте внимательно выступление Людмилы Юницкого. Он говорил, что не торопятся намеренно с блокчейн-платформой, потому что должны сформироваться события и в логике и криптомира, и того, что мы развиваем, потому что вот только-только уже начали взаимодействовать, взаимодействовать как роботы, подвижные составы, а раньше это только моделировалось. Поэтому с наращиванием цифрового мира внутри технологий Skyway, внутри эко-мира, будет приобретать технологические решения и различные команды будут делать эти решения блокчейн-направления. А то, что касается оболочки ERC20 токена, то тут компания уже все сделала, и тот, кто обменял доли, эту оболочку поменял, получил. И когда будет запущена основная сеть, когда это произойдет, через год, через два, то легко вы сможете конвертировать ERC20 токен в токены основной сети. И свой взгляд я повторюсь дам на следующих вебинарах. Я даже хочу сделать отдельный выпуск на своем видеоблоге, потому что я говорил криптофинансовым экспертам, они сказали, что это очень оригинальный и крутой взгляд. Еще, друзья, пара вопросов и заканчиваем. Вопросы, вопросы, вопросы. Ну, как я понимаю, вопросов нет. А когда нет вопросов, то это либо нечего спросить, либо все понятно. Я надеюсь, что все понятно. И с нетерпением мы будем уже ожидать Экофеста 2019. Ну, а отдых, покой нам только снится. Буквально на несколько дней я лично смогу улететь, отдохнуть. Поэтому чуть попозже я вернусь и будет смещение. Честно признаюсь, что да, я должен тоже перезагрузиться и полечу отдохнуть, буду на связи. Но также честно признаюсь, как головная компания честно призналась, что будем испытывать мул. И чтобы не было догадок, что там, где пассажиры. Потому что только правда в проекте Skyway и только логика. Мужик сказал, мужик сделал. Истинная логика русского, белорусского инженера, который меняет мир здесь и сейчас. Всем счастливо. До скорых встреч. Пока. До следующего вебинара. С вами Алексей Сукадоев. Субтитры создавал DimaTorzok